Почему же ты переехала в Соединённый Штат? Как? Почему? Когда? Насколько? Очень много вопросов именно про Америку. Поэтому я решила сделать это видео, маленькое видеоинтервью, где расскажу, почему же именно сюда. Два года назад, в 2018 году, я приехала к своей подруге Наташа в Нью-Йорк. Мы так сидели, ужинали, и я думаю, всё. Тупик. Но тупик в каком смысле? На тот момент своей жизни я поняла, что я как личность перестала развиваться. То есть да, у меня есть работа, у меня очень много дел, я постоянно в движении. Но на самом деле ничего такого глобального и большого в моей жизни не происходит. А я такой человек, который, если меняет свою жизнь, то надо её менять кардинально на 180 градусов, чтобы тогда почувствовать весь кайф жизни. И я поняла, что всё, надо что-то делать, надо переезжать. И тут возник вопрос, как же это сделать? Ну то есть как обычный человек, проживающий в Москве, с туристической визой может переехать в Соединённые Штаты. И на следующий день мы начали узнавать, какие есть визы, рабочие визы, как можно переехать, ну как можно сделать это легально. Для всех творческих людей, для творческих профессий есть такая виза Оуан. Это виза для одарённых людей, ну в общем туда идут все музыканты, певцы, даже мастер по маникюру, по педикюру, я не знаю, вот в общем все такие творческие профессии, лауреаты новелевских премий, все входят в эту категорию. Я стала узнавать, как сделать эту визу и потратила на неё, наверное, 8-7-8 месяцев на то, чтобы собрать кейс. Сколько она стоила? Подать кейс после того, как ты получаешь разрешение от государства Соединённых Штатов на работу. Тебе нужно проставить эту рабочую визу Оуан. То есть это в паспорте выглядит, как обычная виза туристическая, только на ней написано О-1. И для этой визы я лично ездила в Рим, тогда ещё работали консульства. Очень много трудностей. Конечно, вопрос документов отнимает здесь огромное количество времени, просто огромное. Главное набраться терпения и подождать. А потом можно себе путешествовать. Так вот, поставила я, значит, визу и переехала сюда. Та-да! Теперь у меня есть американский код. В общем, приехала я сюда дела творить. И буквально сразу я попала на Critics' Choice Awards. Такое классное пафосное мероприятие, где все-все-все звезды голливудские, все звезды, актеры, певцы и так далее. Ну, прям огромное масштабное такое мероприятие. Это было красиво. Потом пандемия. А во время пандемии я смогла познакомиться со многими разными такими потрясающими артистами, такими большими звездами. Жду, когда пандемия кончится и продолжу мир покорять. Я не могу сказать, что я переехала сюда за Оскаром стать известной голливудской актрисой. Честно сказать, я просто воспользовалась ситуацией переехать сюда и попробовать здесь вообще поработать. И мне именно интересен процесс. Процесс киносъемочный. Уж очень яно слышно о том, как здесь снимают кино. И поэтому я решила попробовать схватить сюда чузохвост и посмотреть, как здесь это все происходит. Как здесь снимают кино. Вообще, как структура здесь киноиндустрии выстроена. Потому что это все очень интересно. Особенно, когда ты в своей стороне поработал. Хочется сравнить. Я вот задумалась, может, профессию поменять? На доктора. А что? Будете приходить ко мне лечиться? А я буду вас веселить. Лечить, в смысле. Ну, вот так я переехала. Началась пандемия. А что будет дальше? Посмотрим. Ну что, если у вас есть еще интересные вопросы, задавайте внизу в комментариях.